Господи, благослови. Ну вот ты вчера приехала, 25 дней, жила там одна без нас. С чем занималась-то в то время там, в Потеряевке-то? Батюшка уехала, я помогала Людмиле, матушке, в основном там. Что помогать? 25 дней, это же почти месяц. С чем вы могли помогать-то? А потом я дома делала, две грядки посадила, луку, две грядки чеснок, потом натаскала там листья, закрыла все это. Ну две грядки и 25 дней, это же много. Ну я говорю, три недели у матушки помогала. Ну ладно, я делала, потому что тебе хорошо было там. Хорошо, конечно. Ну слава Богу. Не мерзла? Нет. А чем топила? Дрова и уголь брала у вас там, маленько-маленько. А про это разговор даже не было, про уголь, ты понимаешь? Вот был рядом, жил, ни слова не говоря. Это уже за воровство пойдет. А это неизвестно было, какая погода. Было холодно. Значит, у нас много дров, я тебе дал дров. Уголь неприкасаемый, я даже не трогаю его. Ну ты могла как-то позвонить, сказать, можно или нет, брать. У меня телефон здесь был у тебя, у вас, в ремонте. Все остается на месте то. Пошла к другому, сказала, позвоните, мне нужно взять, а я не знаю. Ты даже не знаешь, уголь-то мой или нет. Уголь-то не мой. Я не топлю, понимаешь? Я заплачу вам. Я не могу тебя переделать. Ну ты знаешь, что я бы там жил, если никогда бы у тебя не взял ничего. Позвонить, а только одно. Нет, властность такая, мне это страшно не нравится. Был рядом, лето жили вместе. Ты могла спросить, могла позвонить, могла... Дрова лежат рядом. Дрова разрешил брать. А теперь я дальше полезу. Не предвиденное все это было. Ну, дело ваше, вы сразу в обиду берете. Я тебе говорю, что взаимоотношения не строятся на том, что без разрешения буду брать. Я ни одной бумажки, если на ней цифра одна написана, даже Володя, ты... Я никогда никуда не дену, положу. Как бы ничего не испортить. Вы на отношения не смотрите. А то нельзя делать. И сколько я тебя не учил, 50 сантиметров... Ну, прости меня, я не знала, как... Ну, что знать-то? Ты сама видишь там, там все заложено. Видно, что уголь не берется. Значит, разгребла и дальше берешь. Нехорошо это. Уголь это не мой. Я за него не платил. Вот и весь ответ. Ладно. Меня интересует вопрос. Как готовились к свадьбе? Кто готовил-то? Ну, все деревенские готовили там. Все деревенские? Серафима еще готовила? Ну, так имеется в виду помоложе которые. Ну, неужели Серафима были помоложены? Да, всего-то перечислить это. Кто что готовил? Знаете, я не знаю. Я же у них не была и не спрашивала и не видела. Я была своими делами занималась. А обстановку там в зале кто какую сделали? Я говорил, только звонил Ирине. Сделать так и одеть невесту так, как у Виктора Савченко было. Да, невеста была хорошо одета. Все плотно, ничего не было. И до самого горлышка все закрыто. И здесь закрыто все. Просвечивания никакого не было. По церковному была она одета или все-таки по другому? Ну, по церковному, фата и все. Простой ответ. Все знаете, как и она была с Виктором. Я говорю, другого не надо, образец дан. А это непрерывно нарекания. Одеты, одни бюстгальтеры видят только. А сверху фатан одета. Ну, явно дело, что там мирские люди. Ты знаешь, где это было? Я больше полгода не мог... Ну, она хорошо одета была. Я полпродолжения еще не закончил. Я больше полгода не мог выставить их свадьбу. Позор один. Даже батюшку, батюшку спрашивают, почему не выставляют. Так охота посмотреть. И батюшка участвовал там. Вот такая, брат, история. А теперь, которые были мусульмане, все показывают. Да как же так? Вы уже говорили. Значит, здесь было так. Ты хоть один снимок привезла или написанных. Кто снимал-то? Ну, с их стороны люди снимали все. С нашей стороны было запрещено снимать. Вот кто поймет, что? С их стороны. Ну, там деревенские... Я тебе объясняю. Когда мы заканчиваем молиться, говорит Севастьян. Так, следующее богослужение будет, как обычно, в субботу в 8 утра. Другой, после него, который остается, оберегает, как обычно. Что обычно? Переменяет, как раз часовое время меняет. Ну, трудно ли сказать два слова-то? Я все никак не буду... Тут же все время, говорит Севастьян, вот так. Как только они остались, сразу переменили, все. И во сколько? Теперь я кончил... Я подхожу, так во сколько будет? Ну, как во сколько? Так у нас пять было. Ну, теперь четыре. Ну, трудно ли это сказать-то было? Люди-то приходят на час раньше и стоят во дворе. Какое отношение наигранное, нарочничное к жизни? С их стороны? С какой сих? Со стороны невесты были приглашены из Новосибирска. Один или два... Я же ничего не знаю. Мы не были, чтобы вас не трогать. Прямо падают в обморок, когда увидят снимают. А я буду снимать в нашем храме, в который я участвовал, строил. И они один раз приходят, уже командуют. А иначе будет неприятность. Я тут разбирал, что такое неприятность. Украс невесту, больше у них ничего здесь нет. Да и невеста-то ко мне имеет отношение. Потому что ее бабушка обратилась через меня, а дальше бабушку вашу познакомила с дедом этим, привез сюда. И вы-то появились благодаря моей инициативе. Вас бы на свете не было. Мгновенно выворачиваете. Это нельзя так делать. То есть люди будут неблагодарны. Вот это вот все накрыло их здесь. И вот какое... Испугали. Даже со стороны жениха, что не хотят, чтобы кто-то снимал. То есть они уже захватили власть там. В нашем храме наше богослужение идет. Не старообрященское. А снимать будем только мы. Это ладно? А наши поехали, где застряли. Я сказал, немедленно возвращайтесь. За это время, пока сели, уже сообщили. Нежелательно ваше присутствие. Некомфортно себя чувствует. И та свадьба, которая была у дочери, точно так же. Пригласительная есть, но только чтобы ничего не снимали. А лучше, чтобы если вы не приехали. А пригласительную прислали мне и тебе. У меня у меня у нас лежит пригласительная. И это обман. Ложь, конь во спасение. Да как такое принять обстановку-то? Они не приехали, которые приглашены. Это они вообще отношения не имеют. А они нами командуют, в нашем храме. Я послал его, аппаратуру взял, все бы сняли. А сейчас ничего нету нигде. То есть прячутся. А прячутся люди тогда, когда не чисто что-то. А когда чисто? Мы не можем представить, чтобы когда Закхей полез на дерево, кто-то снимал бы, нельзя. Все описано. Но тогда не было еще этой аппаратуры. Видишь как? И ни одной фотографии нету нигде. Ничего нигде нету. Это вот чисто по-старобрячески. И ни один не воспротивился, ни батюшка, никто не позвонил, не сказал, что за безобразие. В нашем храме кому снимать, и они никакого отношения-то не имеют, кто приглашен-то вообще. Сколько было человек, который снимали? Ну, человека три, наверное, было. Мне сказали, все снимали. Ну, неужели все снимали? Тогда у вас и аппаратуры такой нету. А почему нам еще не дали, не привезли ни одной фотографии? У тебя же было чем снимать? Нет, аппарат был в ремонте здесь. Ладно, не было. Твои знакомые, близкие там могли снять? Ну, всем запретили. А? Только одна Таня была, больше никого не было. Кто близкие? Одна Таня, все ей запретили снимать. Я еще не могу на это ответить. Представь, ей, нашей прихожанке, член нашей церкви, а кто запретил? Ну, хозяин, наверное, кто? Хозяин невесты, отец. Хозяин невесты, а кто хозяин невесты? Отец. И отец пришел сюда, старобрядец, и у нас в православном храме запретил снимать. А сам боится, когда увидел, что там снимают, за машину спрятался, и вокруг оббежал коровник, и только когда домой прошел, чтобы не встретиться. Вы же видите, что с ними сделали-то. Они эту тараканью жизнь на нас навешивают. И вы мигом, меня нету, и все у вас сразу рассыпалось в один день. Тут в интернете говорят, вас не будет, Игнать Тихонович, у них ничего не будет. Уже ничего нету. Так я еще здесь, еще живой, еще могу разговаривать. Запретили снимать. Это вообразить даже нельзя. Когда какое-то бракосочетание никогда нигде не запрещается, тем более сегодня. Такой ответственный момент, интересный, красивый. А мы запретили, почему? Старобрядцы зашли. Тьма болотная. И они здесь распустили сразу свой смрад. И вы сидели, все молчали. Целая община мгновенно парализовала вас. А из-за чего? Потому что уже предупреждены были жених и отец его. Иначе свадьбы не будет, так? Мне сказали, большая неприятность будет. А для них это ничего не стоит. На машину ее затолкали, и вся свадьба расстроилась. Ведь вот как было. И поэтому по пятелю все сделали правильно. Правильно в данном случае это, потому что здесь-то зашли не люди. Не люди зашли, а сгусток тьмы старообрядческой. Это я бы пришел к старообрядцам и начал снимать. А им бы всем запретил. Вовке Долгову там всем запретил бы. Феде Устинову. На сибирском старообрядческом храме или здесь. Это как бы выглядело? Да никак, они бы задавили. И спинали, и сбили. Здесь все крылья опустили. А они ходят по храму, как хозяева снимают. Ну, жених-то наш. Если уж на то пошло. Или его как-то пристегнули к старообрядцам. У него хоть какая-то борода была маленькая? Конечно, была. Ну и какое слово было сказано тем? Меня интересует это. А мы-то ехали для благовестия, наши поехали. Ну, батюшка говорил там, говорил много. Даже на русском языке молитвы читал все. Ну, ты сама скажи. Вот, допустим, идет бракосочетание. Батюшка наш говорит проповедь. Нельзя снимать. Ну, теперь-то вам закрыто на тысячу лет вперед. Кто вы? Этим старообрядцам как бы обращаюсь. И нет ничего? Нет, ничего. Я специально сказал, немедленно вернуйся. Дух Святой не допустил. Мы сразу в другое место пошли, и все. Вместе там, в Ефине, Дух не допустил, Павла. 16 глава Деяния Апостолов. Это то же самое. А у нас такие встречи здесь. Такие беседы, занятия были. На благовестие пошли. У вас ничего этого не было. Батюшка сказал, все растворилось. И это зарытые. А то перед Богом. Батюшка такое слово сказал, такое хорошее. Где? Посмотри, выступает кто? Патриарх Кирилл, еще не прячется. Идет по храму патриарха. Ему кричит, у меня жена изменила, что делать, святейший? Он обернулся, только и сказал, говорит, ты больше грех делаешь. И дальше сказал, пошел дальше. Ну и это тоже заснято. Выступает Жириновский, не нравится что-то где-то. Все заснято в Государственной Думе. Не закрытое собрание это было у них. Заседание. Путина каждый шаг снимается. Даже где-то неладно, он ответил, там засмеялся или ответил грубо. После люди комментируют. Ну так как есть, это он живой человек. Здесь мертво все. И никто не должен знать. Проповедь, которую сказал батюшка. Он сказал что, от чрева своего или Дух Святой ему подсказал еще сказать? Если от чрева, она нам не нужна. А если от Бога, все желают знать, но этого нет. Они похитили, закопали. И они будут над женихом нависать теперь. Это не просто так. Дело в том, что это отражается у них на всю будущую жизнь их. А она под их контролем. Отец здесь боится, чтобы его не видели. А то с работы уволят, а все надумано. И никто сегодня за что? За то, что потеряйки был. Старобрядцы отлучат от причастия. А что он здесь сделал? Ничего не делал. То есть страхи выдуманные. Что такое страх? Лишение помощи от рассудка. А там и рассудка-то немного. Приехал Андрюша, спрошу, кто тут снимал? Нет. У нас когда архиерей приезжает, митрополит Сергий Иванников, все снимают. И старобрядцы, которые у нас снимают, и мы снимаем на два аппарата. И все выставлено. Повредило хоть раз. Так весь мир смотрит. Мы совершенно разные, абсолютно разные. У нас все открыто. Занятия идут, собрания идут. Кто-то не так сказал, что-то. Все выставлено. Нам не надо шлифовать, лакировать. Какие мы есть, люди видят, задают вопросы. Из этого вывода только один сделать. Чтобы вы увидели, кто они. И теперь молиться, чтобы они жениху голову не свернули. В духовном плане. А это как раз показывает. На это будет постигательство. И не раз. Ну, он такой, что слышит, не слышит. Он не будет там схватки какие-то делать. Молиться надо о рождении свыше. Ее я не знаю. Она была тут маленькая. Встречались так, мимоходом. Верующая она, крепкая или нет. Видели, только ногти крашеные, говорят. Тут-то не крашена хоть была? Нет. Видишь как? Все было красиво, хорошо. Все это меркнет перед тем, что закопано было. Все остальное, что там сделали, украсили. Это внешне, это хорошо. И местописания были. Ну, а дальше-то? Нигде нет. Не могу даже выстоять совершенно ничего. Вот я приехал в Латвию. Пришел на то место, где я обратился. А там нет. Я стою, молюсь, на коленях и плащу. И мне пишут уже пять лет, наверное. И везде баптийцы, адвентийцы. Мусульмане даже. И говорят, мы все слушали, все семьей плакали. Я склонился и плащу. И все плакали. Все. Я плакала. Ну, вот так. Что это означает? А теперь-то там-то были люди, видели, что это такое, как, рассуждают. Ничего не надо. Зачем? И если бы они здесь были, старобрядцы, никто ничего не знает. Их много бы старобрядцев разных. И у всех одинаково. Это что? Такое торжество, праздник считается. Брак. Бракососочетание. Венчание. Ничего нету. Ничего. А мы снимать будем. Они бы сказали так. Вы снимаете непрофессионально. У вас аппаратура маленькая, там, тысяч тридцать. А у нас за миллион триста тысяч. Большая аппаратура. И мы как сейчас снимем, и вам дадим. Мы тоже будем снимать. Ну, тогда снимайте. Так только наше-то будет лучше. Возьмите у нас. Скажут они это? Никогда. У нас старобрядка. Пошла. Я спрашиваю. Она набрала клубники на нашей ребятишке, лагерь. Я спрашиваю, а где? Не скажу. Ягоды, где брала на наших полях. И она не скажет. Где-то раньше вызревает, а где-то позже. Я ребятишек сразу повел бы туда. Нет. Ну, я поехал на велосипеде, сразу нашел, где проверил все места. Там высокая трава не созрела. Вот оно и есть. Это скрыть. На наших полях берет ягоду. Она более свободна. Одна. Ты знаешь, о ком говорю. Нету. А теперь, да я не против, чтоб взяли. Нету. Ты сказала нет. Я не скажу. Ваши это слова. И вот отсюда и молитва такая. Неискренная. И отсюда и ответа на молитву нету. И развития талантов никаких нет. Какой? Ну, хорошо поставили. Вот только сейчас. Вот открою. Ну, вот прямо сейчас. Вот смотри. Вот выхожу сюда. Вот это у меня ролики, где идут. Так, что тут мне нужно сделать? Ну, допустим. Вот здесь вот где вопросы и ответы. Ну, вот идет. Это о романе говорят. Роман сам своими словами доказывает, что он сам плоскоголовый. По сути вопроса очень строптив и слабоумен. Очень узкий кругозор у парня. Никто бы не знал. Вот он сидит, разговаривает со мной. Дальше начинает какие-то. Хороший, добрый у вас канал. Душевный, добрый. Храни вас, батюшка Бог. Всем счастья и здоровья. Дальше пишет. Дядя Игнат, я вас обожаю. Спаси Господи. А кто? Ну, неизвестно кто. На иностранном языке написано. Люди берут. Так у нас ролик-то не один, а 17 тысяч. Наверное, 300 уже. Ну, если посещаемость, вот я тебе сейчас покажу, сколько еще было видно просмотров. 42 миллиона 814 тысяч 260 миллиона. Вот так. А почему? Потому что открыто для всех, выставляют вопросы, которые я отвечаю. И сейчас в жизнь приводят вот этот, во свете Библии сайт. И вот теперь, да, сейчас смотрели где. Бесы, первая на Б. Вопросы. 4124 ответа. Библия. Вот так. И дальше, дальше, дальше. И, наконец, церковь. Царь. И вот нашелся человек. Сейчас. И он как раз, какие фотографии ставит? Фото. Где-то здесь, на вопросы. Вот, когда бесы идут, вот такое-то расставят ответы, вопросы, бесы и колдовство. Это на все, которые ролики находятся в этой папке. Так, Библия, пожалуйста, Святая Библия. Ответы, как красочно-то все. И работают. Один первый вопрос и берет, буквы Б, а другой на С. Два человека с двух сторон. А третьего сейчас подготавливают стихи мои насчитывать. Новые люди. Новые. Разные таланты у людей. И пользуются, меня не спрашивают, растаскивают все. Я только благословляю. Во славу Божию. Здесь ничего нельзя сказать. Нету. А ведь, я сказал, посторны невесты, они мне вот так вот все обязаны своим появлением на свет. И жених так же. Отец пришел у меня на занятиях в университете, когда я его занятия. Благодаря нашему знакомству он четвертый курс, что ли, оставил. Приехал в Потеряевку. И он ее, и мать, она тоже ходила. То есть, с той и с другой стороны, они всем не обязаны. Появлением своим на свет. Уверованием своим. И не допускают, чтобы сняли, когда дождался, дети венчаются, чтобы я не видел. Это не то, что нонсенс, а безумие полное. И батюшка спокойно так. И батюшка правильно сделал, потому что знает их оголтелость. Вот я в одних живу, я уже рассказывал это без тебя. Ну, живу на квартире, но я же вижу, как в Корчиной. А она встречается с одним. Я живу, скажу, где у Языкова Павла. На выходе сюда, к Захарихе. На той стороне. Вот. Кто будет слушать, они узнают. И дочка встречается. Видно, в 10-м классе она училась. И парень. И парень, я знаю, такой, видный из себя. Чуть ли не Бондаренко, фамилия его. А в это время сермачихи посватались. И они, это-то они не знают, что она встречается, там с Илоицу ходит-то. Они ее сосватывали. Видимо, жених понравился, из армии, видимо, вернулся. И все. А когда утром-то пришли, старики-то здесь. А где внучка-то? Да-ка мы же ее отдали уже. И теперь они сидят дома, а я там все слышу, учу, стоя в 10-м классе. Тоже разбираюсь в этих делах. И вот они теперь судят, как теперь невесту вырвать. А ночь-то прошла. Она та, которую взяли, а она уже другая. Никто не знает. Видимо, как-то узнали, что ничего у них не было. Пока оформляли документы, там все. Они приехали на лошади. Решили там свадьбу прокатить. Залазь сюда в санки. И он сел, жених. А когда выехали, они жениха головой в сугроб. А невесту домой привезли, из-за этого сразу отдали. А на завтра приезжают уже к обеду, те и говорят, а где наш Володя-то? Вы же его взяли. А мы не брали его. Ну как не брали, у нас же люди были, он же сел с вами. Не знаем. То есть ищите в сугробе. И мертвый был. Да вам какая разница? Мертвый, не мертвый, воскресил. Но главное, то, что я говорю, и так понятно. Сбросили они его, убили ли его, там дальше будут разбираться другие. Но как это выглядит? Вот это та же самая обстановка. То, что они могли невесту забрать, что я с себя приехал там снимать. У меня даже процента нет, чтобы этого не было. И что угодно пойдут. Тем более они отдавали не с нежеланием. Отец никак не хотел отдавать. Старобрядец должен быть. Замшелый, с зеленой бородой, с капустой в бороде. А этот, все там, за две недели сильно ли выросло. А жених-то трудяга, спокойный, улыбчивый, безотказный, рослый, сильный. Он не меньше, как метр восемьдесят. Понятно? Но и она, девчонка-то, признала его годным. Что тут говорить? И однако вот так вот, такую бяку подстроили. И вы даже еще, так было хорошо. То есть совершенно слепые. А другие бы сказали, а как же так-то? Вы приглашение давали? Да, давали. А почему? Да он не захотел, еще бы не сказали, интересно. Но если я не захотел, сам не мог поехать, я посылаю других. Ехали три человека. И было неспокойно. А когда застряли, позвонили, отец и говорит. Неприятности нам очень неохота. Отец-то добрый, спокойный. И, видимо, его уже пригрозили. Вот и все. Выкрасть еще не стоит. Тем более, еще ничего не было. Накануне. Они, конечно, разведывали, приехал я или не приехал. А я где? В храме я хоть раз говорил, хоть одно слово. Ну, когда архиерей попросит слово сказать. А чтобы так я где-то встрял или... Недовольный? Никогда. Показал, не разговаривать. Как они себя вели? Я же ничего теперь не могу сказать. Сколько? На что они снимали? Снимали ли всю трапезу, как было? Даже фотографий ни одной нету. Вам словами-то не надо. Вот я сейчас открываю, и сразу видать, что и как. 55 папок. На 55 папок человек готовит, еще 30 осталось. И вопросов 4124, все их насчитывают по одному, и отрывает и каждый вопрос. Ты сегодня утром слышала. Большие ответы. Это мои ответы, которые я студентам давал. А по их мнению не надо. Ты же знаешь, у меня какая хорошая была переписка с их митрополитом. Когда я ему книги подарил, я нашел, глядя, много интересного, нового и полезного. Вот его слова. И какие недостатки. Я сказал, что мне видятся недостатки. Глава от стиха надо двоеточие. Дальше вот это так-то. Он мне написал, я-то все учту при издании следующей книги. «Сто проповедей митрополита Корнилия» называется. Ну и тогда уже на волне этой эйфории я пришел к Вале с Володей, Валентину Тихоновну, моя сестра, что им запретили к нам заходить туда в храм. Я говорю, если я на таком отношении добром с архиереем, митрополитом Старообрядческим Корнилием, напишу, чтобы разрешили официально, когда это вот оходили. Переходить не надо. Просто молиться, чем шататься где-то. Я написал, обстановка сразу изменилась. Мы этого не можем позволить. Причина та, что вы говорите, что на спасение это не влияет. Равно спасительно двуперстия. И троеперстия, я говорю, в таком-то году, в 1982-м, патриархия приняла, сняли все эти клятвы на обряды. И зарубежная церковь точно так же сделала. Попросили прощения у старобрядцев. В книге у меня это есть «Кислено православие». Все архиереи подписались. Просим прощения умильно у живых и умертвых старобрядцев. Ну так, мне сразу отказ. Нет. Только то, что я понимаю. Вот представь, тогда был Олимпий. Я уезжаю в Америку. Зашел, я не знаю зачем там. Они сразу приняли, на улице было хорошо. Ну и стали говорить. Я говорю, мне стало известно, будто бы вы меня когда-то отлучали. Когда? Когда я там у вас не был. Как можно отлучать, когда человек вообще не принадлежит? И нет. Да, не знаю. Ну будем считать, что ничего не было. Я говорю, нет. Вы сейчас в архивах поройтесь. Но они отправили человека. Я не знаю, одного или двух. Их не было долго. Потом приходят и говорят, нигде ничего нет. Он говорит, видите, ничего нет. Эй, так на этом не остановимся. Давайте дальше продолжим. Если ничего не было, и под этой несуществующей клятвой анафемой меня продержали по 30 лет. Теперь найдите тех, кто это делает. А бумага, может, и была, была, да убрана. И что? Он и задал мне коронный вопрос. А вы как считаете, у московской патриархии таинство причастия действительно или нет? Я говорю, конечно. Но к чему мы-то с ним разговариваем-то? Если он признает причастие у патриархийных действительно. Но а как же не признавать-то? Даже еретики! Что тебе объяснять-то? Ну, вроде бы, найти, где он-то отпущен-то был. Анафем или еще там предавали-то. Ну, и все, расстались с этим. Это встреча, которая была прямо в их метрополии. Тогда архипископия была. Один вопрос. Я должен был что сделать? Вот сейчас, когда эти осколки пошли от зарубежной церкви-то, все, которые знают, Пасечник в Омске, Тихон, Агафангел в Одессе, и Пашковский, и у всех главный вопрос, непереходимый для нас. Мы бы могли с кем-то быть. Потому что сколько здесь патриархии на нас всего идет, нам тоже тут думать надо. Ну, нас прикрывает Господь через место митрополита. И когда стал я им это говорить, они все первый пункт вам не выполнят. Почему? Вы все должны признать московскую патриархию безблагодатной. А мы никогда на это не шли и не пойдем. Недостатки есть, с ними надо бороться. Их надо искоренять. Мы это и делаем. И видим изменения, где бываем. Здесь приехали к нам в один день. Погрузили во мрак, в тайну. Моя кафедра, мои студенты. Он зашел сюда, все запрещаю вам снимать. У меня так и было. На один мой ролик, который я веду в занятии в университете, и вдруг какой-то Сергей, там такой-то, фамилия его называется, с Украины, сказал, что этот ролик я у него украл. А снимает про Таирея Иоанн Суборов из города Тулы, приехал в гостях был. Как он может, этот ролик, твоим быть, объясните мне. Все до одного, которые сидят, здесь слушатели мои, и кафедры, аудитория 410-я корпуса ВАГТУ. Я снимаю. Я его стал упрашивать, говорить, а почему? Одно замечание, еще одно замечание, у меня канал закроют. То есть это специально людей подговаривают. Вот такой освященник был, есть он, Сергей Дудин. Вконтакте. Бабах сколько есть, так вы там на этого юридиката, на Лапкина, там нажмите. Все, что там жалобы. Все, закрывают. У меня звонит мой программист, который работает в администрации у нас здесь. И он говорит, опять заблокировали на две недели. А вот опять две недели проходят, он смотрит, ну так еще, нет, ну жалобы, пошлите. А когда с ним отношения наладились, я говорю, вы делали, я делал. Так снимите, он тогда пишет в администрации, это я все делал, это я делал нарочно и неправильно. Так снимите, все, они теперь его проверяют. А где вы в такое время были, где что, у них там как-то отмещается это. Вынивы ставили, и тогда он убирает. А потом, как с ума сошел, давай опять то же самое. Еще горше того. Вот это вот, я говорю сегодня о том, что было, это позавчера у нас потеряете, 3 ноября, бракососочетание. Скрыли, не знаю я, где увижу или не увижу, даже фотографий ни одной нету. И Тане запретили. Понимаете? Батюшка, ну только слово бы сказал. Ну, может быть, у отца жениха-то и будут фотографии, у них посмотреть можешь. А не только для личного, они не в эфир, чтобы не выставляли. Ну, что она это могу сказать? Ты дома делай себе личное. Это не твой дом, не твой храм. Ты никакого отношения не имеешь к жениху, вообще никакого. Твой наш батюшка. И они здесь только что в него вставляли. И вы с ними, да я не знаю. Это тоже какая-то кара на жениха пришла. Это же все впереди будут проявляться, не одиннажды. Один раз можно стерпеть ради брачной ночи. Ну, а дальше-то? А дальше все и надоест. Уже не будет каждый раз бегать за ней, как петух за курицей. Ну, было очень хорошо все. Хорошо, нормально поели. Не застряло во рту еще, да? Ни у кого ничего не застряло. Все очень хорошо. За обедом какое-то слово кто-то сказал. Ну, все время батюшка говорил. Так, сколько людей было, которых вы не знаете, приехало оттуда? Да много, я даже не посчитала. Ну, там, наверное, больше 30 или 50 даже было. Ну, то 30 и 50, два раза больше. Ну, можно было. С их стороны. Я на каждом богослужении знаю, сколько было людей. Ну, самое простое, главное. Ну, ты глянула глазами, повела бы и сказала, этих я не знаю, сколько человек было. Ни один вопрос не можете ответить. Да, я многих не знала там. Ну, сколько тебе не надо, скажем, подходить и по голове рукой гладить один, следующее два. Ну, глазами повернула только и сразу видишь, сколько. Ни в храме, ни здесь, не знаете. Откуда это еще были приезжие со стороны жениха? Были, со стороны жениха были приезжие. А откуда это приезжие, кроме отца и матери? Ну, из каких-то деревень, из Новосибирска, как будто бы. У жениха там, около Новосибирска свои? Вроде в Новосибирске даже. То есть еще не можешь сказать. Ничего, так я не разговаривала ни с кем с ними. У нас, знаешь, как интересно вам по столам все. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Мы за пятым столом старушки сидели и молодежь. А где было-то? В спортзале? Ну, да. Красиво было оформлено. И столы так красиво стояли, что подходить и выходить. Все группами сидели, как по возрасту. Молодежь отдельно, старики мы отдельно. Главное, чтобы никто не знал и не видел, как хорошо вам было. Если хорошее прячете, то про другое говорить не надо. Так хорошо было, но только чтобы никто не видел и не знал. Ну, чтобы вы эфир не выставляли, на весь мир не хотели. Ну, да, на весь мир придет сюда смотреть будет. Я вот свадьбу выставил там где-то, полторы тысячи всего заглянула за три года. Вот весь мир. Но люди, которые не знают, какой вред им принесет, когда увидят, как нормально, как тихо, ни пьянки, ни блевотины нету. Вы сами себя обличайте. Ну, весь мир, если бы посмотрел, даже проповедь была бы. Да, было бы хорошо. И даже Володя Серафимин был. Ну, вся деревня была, все деревенские были. А еще кто был? Люда одна была или с кем? Какая Люда? У вас сколько Людов там, которых одна? Две. Одна. А какая? Ну, какая могут? Одна. Одна единственная. Та и другая матушка. Ну, нам про матушку еще говорят. У тебя никого нету. Никто никогда не приедет. Здесь дома была одна или с мужем? С мужем. О чем речь идет? Ну, и Василиса была. Василиса оформляла все. Людмила готовила. Да все ходят с какими аппаратами и никто не снимал. Заклепки из ушей не вынимают. Пасут коров и коров не видят, только заклепки слушают. И еще никто не снял. У меня аппарата не было. Здесь был в ремонте. Ну, даже был бы аппарат, не сняла бы все равно. Потому что сказали. Да. Ну, еще. Что теперь ссылаться? У меня не было. Ну, пять аппаратов у тебя. А тебе сказали не снимай, еще дальше. Ну, тогда приехали. Уголовные розы стоят на ступеньках при входе в храм. На площадке-то. А первая гора, это зерносклад, кроет. Уголовный розыск. Не снимайте, не положено. Я говорю, по какой причине? Я сам снимаю. По какой? Ну, не положено, я при должности. Ну, и при должности тебя снимать не надо. Сиди дома, не вылазь тогда. У нас в стране, в Российской Федерации, только пять мест, где нельзя снимать. Пять. Закрытое заседание Государственной Думы. Ну, закрытое, значит, чтобы другие не знали. Решают вопросы президентские. Так? Так. Второе, таможенное пространство, когда с одного государства в другое, и там оно огорожено. Вот в этом пространстве нельзя снимать. Нельзя. Закон принят. Третье, военные корабли. И тут понятно, почему. Четвертое и пятое, Министерство газификации и электрификации. Все. А если в другом месте где-то запрещают, человек умышленно вводит в заблуждение или не знает закона. Уголовный кодекс, статья 330-я. И 27-я пункт 1-я гражданского. Никто не может нигде запретить. Во время судебного процесса судья решает, снимать или не снимать. Бывает там изнасилование, малолетняя, она скажет, нельзя снимать. Потому что... А вот сейчас я, недавно разбирали дело одно, мне пришлось быть. Я Себастьяну говорю, подойди к суде. Он подошел и говорит, я вот плохо слышу, можно снимать. Он говорит, я с прокурором должен посоветоваться. Прокурор говорит, пожалуйста, я аппарат из кармана вытащил. И все заседание, суд идет, а я снимаю, снимаю, никому не нужен. Ну, по залу-то я не ходил, там близко, и так все видно. И все выставлено. Здесь ничего нету, только хорошее. Радостный, как считает, день. Ну, все равно, как бы он ни был, он сделал брак. Отличного качества не будет, ему название брак. Хорошее дело браком не назовут. Брак, другого слова нету. Бывает так, то ли брак, то ли нет, бывает и хорошо. Здесь у всех одинаково, брак, стопроцентный. Да еще добавляйте свое. Ничего, значит, ничего и нету. Ну, через это, как сколько вас проявилось там. Одни нахально втесались в чужую комнату, а хозяева, все, говорит, под пол залезли, спрятались и выглядывают. Как они там? Представь, сколько вас там было. Я сочувствую только отцу и жениху, ну, матери, что их напугали, предупредили, и они бы выполнили это. Свадьбы бы не было. Для них ничего препятствия нету. Епископ что-то там сказал. Силуян здесь сильный, или Килина, фамилия его. Они его там пинать начали, бить и... Да я даже не слыхал такого, чтобы на епископа, даже вообще не знаю, в истории православной церкви патриаршей. А это у них в порядке вещей. Каждую, говорят, субботу профилактику же не давать. У нас-то были, которые, бузотеры здесь. Волков там сразу замолкли. Нигде не выступают. А здесь у Михаила. Полина Дмитриевна, только его кричала. Да сядьте! Она бывший парторг. А там не надо уговаривать, а что во двор и посадили дурака на четыре кулака. Все. Здесь-то они этого не могли сделать. Вы просто... А если знаешь, что они такое сделали бы, невесту вырвали, расстроили, они пошли на это, да, свалку бы устроили, они бы даже делать нечего. Это хорошо, что я не поехал, и хорошо, что не снимали, и хорошо, что батюшка уступил. Батюшке главное было, он сохранил, повенчались, теперь он за них не отвечает. А вот теперь-то начинается ответственность. Он отвечает. То есть заранее, когда условия стали, еще бы предупредить жениха, это дальше у тебя пойдет. Теперь они будут добивать. Ты живешь с Никаньянином? Ну, не бывает так. Она замуж вышла, Никаньяни, ничего. Старобрядка. Ну, вот она остеменилась, несколько любителей принесла, теперь все, теперь свободно, уходит обратно. Не смотрит ни на что. Что детей с тобой схватило? Показывает, где-то в Америке или в Бразилии, она выходит за индейца. Старомерка. И они гуляют, валяются вот так вот, пьяные, старобрядцы. И она беременная стала. Все. И вот этого туземца сразу дало, и все, она теперь живет. Она осеменилась. Господь сказал, что человек приобретается от слышания. От слышания от Слова Божьего, от языка. Что человек говорит. А у них нет смешанные браки. Смешанные. Вот у нас было, ты знаешь, за шашу Волота у кого отдавали-то? Ну, Настю, Зоину, дочку-то. И что? Ничего нету. Сразу там разлад начался, еще до свадьбы-то. А она вышла за Мирского, и все, ушла. А сколько у нас тут было, которые ушли, батюшка и благословил. У них там десятка-два только наших людей. Туда сразу замерли, и все. А вот пошли туда, там что-то такое, какие-то причины. И были у нас, которые против, что снимать. Все до одного ушли. Приезжал Сумасленников, кажется, его звать Михаил, и у него аппарат, не электрон, а еще тот, на пластинах. И он говорит, я снимаю в алтаре в Москве, там, в храме Христа Спасителя. Ну, а священники-то разные, старые, и сказали, что тут, тут в алтаре, тут то другое. А патриарх услышал, Алексей Второй, и сказал, не трогайте, это наша история. И все сразу отступили. В алтаре, мы на ней не рукоположены, никто. Ну, это нарушение. 44-е ладийтийское правило ладийтийского поместного собора. Но, однако, он приехал, вот рассказывает, он благословленный. Это наша история. Поэтому, дело какое-то иметь со старообрядцами, абсолютно, дохлое, ничего не получится. Вот, представь себе, были у нас Илюша, и Роман, Куц, фамилия-то, отец-то умер у них. И вот они сидят на этой скамеечке, как заходишь в храм-то, ну, и тут паперть такая-то, хрецо. И сидят они, и она с ними разговаривает. Вон она есть. Ну, что можно сказать такое? Ребятишки сидят здоровые, они в лагере у меня были, умные такие, послушные. И она с ними разговаривает. Старый бряц увидел, львов, ни коньяни, как нас ненавидят, даже детей в храм не пускают. Кто не пускает, чего? У него по-другому не может работать. У него все жарновазы захрящие, они ворочаются в том направлении, что все еретики, переходи к нам. Проповедь кончилась. 350 лет заучивает день и ночь одну проповедь. Подойди к ней ему вот так и скажи, еретики, переходи к нам и сразу отойди. За 330 лет ни одного миссионера нету. За 330 лет Библию не могли перевести. А нас гнали. Так мы знаем, когда гнали, кто переводил. Все переводили во время гонений. Так уже перестройка, 28 лет, наверное. Но можно было уже, нет, нет. Все книги, переведенные Блаженный Афифилак, неправильно, ни коня не испортили. А как, с чем сравнивали, как испортили? Ну и так понятно, что Иоанн Креститель ел саранчу, акриды. Акрида это милагра, это растение. А Блаженный Афифилак толкует, который то взлетает, то падает на землю, так еврейский, значит, святые подлетают, потом падают и их едят, да? Ну, Блаженный Афифилак, а это нет, там эти слова, вот ни коня не придумали. А об акридах как раз и говорится в 11 главе Левит, что это съедобное. А Луж, конь во спасение, как же не перемогут провести. Ну, хоть теперь меня интересует еще один вопрос, который надо было сначала задать. Что там слышно про нас? У вас, в деревне. Вот мы не были на свадьбе. И что там слышно про нас? Ну, ничего, они против только того, что вы эфир выставляете. Ну, нас уже нету здесь. Конкретно, что к нам, какие? Нас нету, какие претензии? Они сюда, что я выставляю? Ничего плохого не было. Да мне не надо плохое, что именно, нехорошее, что есть, то и говори. Я обращу внимание, где правда сразу же начинаем сегодня работать, чтобы вылезти из этого. Ну, чтобы не снимали, если человек не желает, чтобы не снимали. Да не про это говорю. Чтобы, чтобы конкретно они будут мне доказывать, как, где с кого снимать. А у меня роликов 17300, они должны у меня руководить мною, что мне снимать. Но они совсем уже с катушек съехали. Ну, чтобы с людьми обращались нормально. Да какие люди-то? С ними? Они себя к какому разряду людей причисляют? Я их в глаза не видал. То, что они делают, это лютые звери только, и то можно приручить. А их не приручишь. Повторяю, как это зло, то он говорит, самые лютые звери обладают только одним качеством. хитрость, говорит, там, змея, лев, ну, разных-разных. А в человеке все вместе. Вот люди идут, каются, пришли креститься. Ну, надо же, нормально. А Ян Креститель, как? Он увидел, только идут еще по рождению их единой змеи. Куда вы ползете? Кто он решил бежать от будущего гнева? Что, ласково встретил? Притом, все евангелисты об этом говорят. Вот это он их окрестил. А Господь, говорит, пришел к погибшим овцам Израиля, скотомогильник. Овцы сдохли, это не кладбище, это скотомогильник. Вот так. Значит, ничего нету. За глаза. Вот я здесь нахожусь, в Барнауле. В это время Леша Устинов уже к вечеру приходит. Да у меня путь туда лежит. Но я специально заехал. Дело в том, что был в Новосибирске. У них разговора ни о чем нет, только о вас. Третье поколение. Я говорю, хоть слово Божие, то разбирайте что-то. Где-то конец должен быть. Что сделать, чтобы они прекратили делать? Я говорю, ничего нельзя сделать. Если человек не прописан на небе, он не может быть пустым. Если нет там Духа Божия, там Дух Сатаны обязательно. Ненависти, раздора, лжи. И он там вот побыл, вернулся и говорит, разговора вообще ни о чем нет. Если бы на мне это отражалось, то на мне не то, что косточки промоют, уже костей бы не было. Но я не знаю, знать не знаю. У меня книга, ну и как-то где-то доставили они. А в каждой книге три тысячи ссылок на Священное Писание. А им это не надо. И мне один из них пишет. Володин брат, ваша книга у меня в туалете, я ей пользуюсь. Священное Писание. Если подобное у мусульман, это может кончиться смертью. Даже там, если упоминается имя их божества или какие-то суры, аяты где-то в газете, и ты дурно воспользовался или бросил в урну даже, подсудное дело. Да и так понятно. А здесь три тысячи ссылок. И он пользуется в туалете. И он этим уязвить меня хотел. Я даже ужаснулся. Они не веруют, отец Аким пошел, а там Вовка-то долгов-то нападает, он руководит хором. Батюшка говорит, ты сам... Волен у него. Да я знаю все это, знаю. Батюшка говорит, ты сидел-то за что? Людей грабил. Статья. А Игнатий сидел, у него статья распространения Слова Божия, архипелаг, гулаг, людям глаза открывал. И ты нападаешь. И, наконец, свои даже и те уже не выдержали там. Какие-то меры принимают. А архиерей говорит, да мало что ты говоришь. Так. Ну, больше ничего нет у тебя. Было хорошо, все хорошо, стало сдвинуто. Ну, все хорошо. До какого уровня? До плинтуса, как говорят, опустили вас. Все хорошо. Хорошо там, где Господь пребывает. А он там не может пребывать, где ненависть. Это говорили все по ненависти, по подозрению. А узнают все люди, что сын вышел замуж. А он же девственник или дочка вышла замуж. А она христианка, она никогда бы замуж не вышла. Ваши соблазнили ее. Так, наверное, сказали бы. Не знаю. Понимаешь, все лживо и все. А так было хорошо. Главное, что для утробы все было хорошо. Я в это верю. И столы были, бабушки, дедушки, мальчики, девочки. Замечательно. Ну, и выступления были хорошие. Да. Пожелания. Рассказывали, пели. Ну, покажите, где. Мы все концерты снимали. Где? Покажите. Так было хорошо, но мы вам не скажем. Я бы еще сказал, ну, нельзя вам говорить. Показали бы, ну, нельзя. Мы сняли, и все, теперь мы право на это взяли на съемки, а ты меня не возьмешь. Вот нас снимали, Златовцы с Потеряевки, обо мне, весь фильм. Ну, и Кузнецов поехал в Москву, и они говорят, 150 тысяч, заплати, дадим. Он режиссер, он снимал, и все, 150 тысяч. А потому что, когда он снимал, он получал оклад, и там платили где. А что это такое? Ну, ничего. Красноярский там отдел, от какого, я не знаю, Санкт-Петербургского или какой телестудии документальных фильмов. Ну, все у меня, вопросов нет. То есть, ничего нету. Пустое. И вы ничего не имеете. Хотя бы увидеть, как жениха на весе были одеты, хотя бы снимок один, нет ничего. Чисто старобрядческий. А что? А у нас, говорит, другого нет лозунга. Бегайте и таитесье. Бегать и таитесье. Они же убегали, от них, коньян. Вот все. Так все это из поколения в поколение. Еще мы выиграли этим. А мы были заняты своим делом, благодарили Бога, что это от Него. Спаси Христос, что ничего не добавило, потому что ничего не надо. Дома, говорит, пустое. И на этом все кончилось. А там была торговля, еще голуби. Господь все прокинул. Богу это не нужно. Господь ничего не скрывает. Меня Библия привлекла, когда я первый раз читал, что она ничего не скрывает. Два смертных греха о доведении никто бы не знал, пишется. Авраам, как поступил, лот с дочерями, заберемененен от него. И это написано, никто бы не знал. А это сейчас трясут и трясут. И у меня сердце, царство, открылось у меня правда. А как проверить? Человек, который что-то таит, за ним что-то есть там, внутри. У меня знакомый есть, женатый на моей сестре. И она не знает, какая у него пенсия. Пенсия какая? Жена не знает. Ну кто-нибудь в интернете, кто есть, найдите еще много таких. Старобрядцы. Да мне и не надо знать. Ну понятно, но он таится. Получил и скорее спрятал. А я знаю, сколько он получает. Они от меня таятся, а я знаю, только не говорю. А сколько? 21 тысяча. Он работал на поезде, машинистом, хороший работник. Еще таится-то здесь. И дети такие же. Мастер такой, сын работает. И я по деревне идет, я говорю, там работаешь ты? Да, да, так. А сколько получаешь? Ну сразу, а зачем вам это знать? Понятно? Открыто. Президент. Сколько Жириновский получает? Что-то они там еще где-то прихватят. Ну а клад определенный, еще таки написано, сколько? Учитель сколько получает сегодня? Ну, допустим, 2015. Министр просвещения 3,5 миллиона в месяц. Ксения Собчак вышла замуж. На свадьбу 18, кажется, миллиона потратила. Миллионов. Да это не наши деньги, но она не скрывает. Она в данном случае выглядит предпочтительнее даже, чем старообрядцы, перед которыми вы легли в лужу. Все. До одного. И я не осуждаю, я просто говорю, в данной ситуации, когда угрожали, если так, а это было бы так, сделали правильно. Свадьба состоялась, а теперь ну и только делоп. Ну нету снимков, да только делоп. Что бы не видали, что ли. Но внутри у меня было желание сказать, что были осторожны. Вот спаси Христос. Еще что-то сказать хочешь? Столы еще раз повтори, как стояли, как ели. Ложки на столах были, да? Водки-то не давали вам там? Драки не было? Нет. Только такое. И еще нельзя сказать. Посмотри на Виктора Николаевича Савченко, как мусульмане там заходят. Столько восхитительно. Вот настоящие русские, с бородами все, невесты, хиджаб надеты. И люди какие у вас там. Ой-ой-ой, да они меня тут благословляют. Как у вас хорошо. Другой приехал бы. А здесь что ты скажешь? Ну, а ты воображай, что хочешь-то. А по-другому никак нельзя. Мы же старобрядцы. Главное, бегайте и таитесь. И какая властность? Я могу назвать православный наш храм в Потеряевке своим, не чужим. Я столько в него уложил. В каждого, кто приехал. И они только один день приехали, вас сразу подмяли под себя. Богу слава. Подкаблучники несчастные. Таким сделайте и тех, кто выше, кто ниже. Давай. Я сажусь посмотреть.